Встретились две подруги. Ну и как семейная жизнь? Ой, представляешь, он оказался пьяницей. И ты узнала это только сейчас, через год после свадьбы? Ну так я ведь ничего и не подозревала, пока он вчера не пришел домой трезвым. На необитаемом острове очутились три женщины и один мужчина. Во избежание ссор, ревности, скандалов женщины решили мужчину убить и таким образом избавиться от источника возможных раздоров. Сказали ему об этом и пообещали выполнить его последнее желание. Мужчина подумал немного и произнес всего одну фразу, после которой приговор отменили. Что же он сказал? Да вот что. Пусть меня убьет самая некрасивая из вас. Дорогой, ты согласен, что я тебе дана Богом? Ну конечно, милая. Вот только за что он меня так сурово наказал? Как считаешь, черная полоса в моей жизни когда-нибудь закончится? Ну разумеется, жизнь же не вечно. Умирающий старик лежит дома в постели и внезапно чувствует запах своего любимого шоколадного печенья. Ну хоть последнюю печенюшку перед смертью решает он. Падает с кровати и ползет вниз по лестнице, цепляясь руками за ступеньки. Вползает в кухню и видит, что жена его отвернулась к печи и делает печенье. Из последних сил старик протягивает руку к тарелке с печеньем. Жена тут же резко оборачивается и лупит его по руке лопаткой. За что? Слабеющим голосом шепчет старик. Зачем ты так? Не трогай, это для поминок. Никита Джигурда принял роды у лосихи, хотя до его появления лосиха рожать и не собиралась. Субтитры создавал DimaTorzok